Ждали 10 лет и дождались. В Чебоксарах обманутые дольщики наконец-то могут справить новоселье. Дом 22, корпус 2 по проспекту 9-й пятилетки сдан в эксплуатацию. Дом достроили, дом сдали. 130 квартир по проспекту 9-й пятилетки готовы принять новоселов. Фактически уже после Нового года жильцы могут оформлять право собственности на квартиры и делать ремонт и заезжать. По всем замечаниям, по всем недоделкам, если они будут скрываться, можно обращаться к компании-застройщику. В любом случае они несут гарантию по своим обязательствам. Но и мы будем контролировать, опять же, исполнение гарантийных обязательств со стороны застройщика. Подрядчик обещал, что все замечания людей будут рассмотрены и устранены. Главные трудности позади, учитывая в каком состоянии им достался объект. Проблемы с этим домом начались еще в 2009 году. Стройка встала из-за банкротства застройщика. Организация «Высота» или «Честер» не выполнила свои обязательства. А дольщики чуть не остались без квартир и без денег. В 2014 году строительство продолжилось, когда за него взялась фирма «Гарант», а генподрядчиком выступила «Стройсфера». Именно благодаря этому застройщику обманутые дольщики получили квартиры. У «Честера» было построено на один подъезд, до седьмого, до восьмого этажа. И были залиты фундаменты за этими двумя подъездами, больше ничего. Естественно, мы сделали экспертизу, там еще и реконструкцию сухой части сделали. И вот, овершили, до девятого этажа закрыли крышу. А эти два подъезда с нуля. Мы очень благодарны, что вы до конца довели это святое дело. Это было дело чести. Да, это вообще замечательно. Мы очень рады. И мы будем, мы надеемся, что все будет хорошо. Ситуация с домом по проспекту 9-й Пятилетки постоянно находилась под контролем главы Чувашии, премьер-министра и Минстроя. Правительством региона была поставлена конкретная задача – решение проблем обманутых дольщиков. На сегодня в Чувашии нет официально признанных обманутых дольщиков. Но есть застройщики, которые не выполняют свои обязательства перед долевиками. Их дома находятся в так называемой «красной зоне», которая будет находиться под пристальным контролем правительства до благополучного завершения строительства. А чтобы подобных ситуаций впредь не возникало, президент России Владимир Путин поручил в течение трех лет перейти от долевого строительства к проектному финансированию. В результате проблема обманутых дольщиков исчезнет навсегда.